Как заниматься на беговой дорожке, как ее правильно смазывать, как обслуживать беговую дорожку. Эти тонкости в этом видео. А те, кто засмотрит видео до конца, от меня лично будет небольшой бонус. Физкульт-привет! С вами Сергей. Вы снова на моем канале. И сегодня будет видео о том, как же правильно заниматься на беговой дорожке. Поговорим о том, как ее вслуживать правильно, как тренироваться правильно, как ходить. Чтобы не было проблем с вашими суставами, коленями, стопами. И чтобы все у вас было в порядке. Чтобы она вам принесла радость и удовольствие от занятий. И самое главное, чтобы это было эффективно. Беговая дорожка. На примере возьмем Экофит ЕА600. Бюджетной серии. Она электрическая, с электродвигателем. На 100 кг рассчитанный вес пользователя. Значит, основные критерии, как делать так, чтобы ваша дорожка служила вам долго. Нужно запомнить всего лишь два правила. Первое, самое главное правило касается всех электрических беговых дорожек. Ни в коем случае, ни в коем случае не стартовать с полотна. То есть, чтобы у вас не было такого, что вы стоите вот здесь на полотне и нажимаете кнопку старт. В таком случае у вас дорожка испытывает чрезмерные нагрузки. Большая пиковая нагрузка на двигатель. И он может из-за этого и даже накрыться, то есть, загореть. Чтобы этого не случилось, вам нужно запомнить. Стартовать вы должны, то есть, нажимать кнопку старт. Вы должны либо вот из этого положения, как только дорожка поедет, уже можно будет становиться. Либо вот из этих площадок, которые есть тоже на всех двиговых дорожках. Вот вы становитесь сюда, нажимаете кнопку старт, она отсчитывает там 3-5 секунд, смотря какая модель. И вот только после этого вы можете становиться и шагать. Первое. Запомнили. Чтобы дорожка служила вам долго, стартовать нужно обязательно с неподвижной платформы. То есть, не с полотна. Это первое самое главное правило. И второе самое главное правило в беговых дорожках, это смазка. У вас всегда должна быть смазка между поверхностью бегового полотна и деканью. Вот здесь вот всегда должна быть смазана хорошо. Обычно я рекомендую людям, когда покупают тренажер, привозим, смазываем его по-новой. Проверяем, чтобы все было нормально. Дотяжка, центровка полотна. И я рекомендую людям смазывать хотя бы раз в неделю, раз в две недели по мере эксплуатации. Ну, просто зависит от того, ну, как часто занимается. То есть, засунули руку под полотно. Если там скользко, там жирно, вы сразу это почувствуете. Ну, значит, все в порядке, можно заниматься дальше. Если там сухо, то есть, ничего нет у вас, на руках не остается. Это значит, это говорит о том, что уже дорожку нужно смазать обязательно и не эксплуатировать ни в коем случае в таком состоянии. Чем это может быть чревато, если у вас сухая дека? Со временем у вас полотно начнет, ну, оно станет таким нескольким, а потому что все полотна, вот на беговых дорожках, имеют самосмазывающее такое скользкое покрытие внутреннюю часть. Ну, вот такое, как скользкое немножко. И со временем оно становится шершавым, и уже не впитывается смазка в полотно, и сила трения увеличивается. Тем более, если дека еще не смазана у вас, то трение будет очень сильное, соответственно, будет нагрузка больше передаваться на двигатель, и рано или поздно двигатель выйдет из него. И самое главное, это смазывать другую дорожку регулярно, чтобы не было сухого подполотном у вас. Итак, запомнили, первое правило, не стартовать с самого полотна, и второе, это всегда следить за степенью смазки под полотном. То есть, там должно быть всегда, ну, жирно, скользко, ну, то есть, ни в коем случае не сухо. Как правильно заниматься на беговой дорожке? То есть, как нужно ставить ногу, потому что ходьба, это еще, не каждый может ходить правильно, скажем так. То есть, нужно вам запомнить, что вы должны перекатываться с пятки плюс тупню и заканчивать носком. Потому что многие, допустим, ходят и наступают вот, то есть, вот так вот, сразу на стопу и потом на носок. Это неправильно. У вас будут травмироваться колени и суставы. В конечном итоге оно перейдет и в тазобедренный сустав, и в позвоночник может отдавать. То есть, потом у вас будут проблемы со спиной, тазобедренным, с коленями. То есть, это все серьезно, не стоит этим пренебрегать. Важный момент. Когда вы собираетесь заниматься на беговой дорожке, вы обязательно должны обувать обувь специальную беговую. То есть, она должна иметь супинатор. Подошва должна быть обязательно мягкая. То есть, чтобы она хорошо амортизировала все ударные нагрузки при движении. Обязательно занимайтесь в кроссовках беговых. То есть, ни в коем случае, ни босиком, и уж тем более, ни в тапках. Давайте еще расскажу немного о том, что это за штука. Как правильно ее контрегулировать. Это ключ к аварийной остановке. Он цепляется за надежду во время занятия. Если вы находитесь уже на краю полотна. То есть, изначально он отрегулирован настолько, что... Вот видите, я стою уже на краю. И, соответственно, если я чуть дальше уже на краю стану, побежать и отойду дальше, чем положено, он выдернется и дорожка остановится. То есть, это сделано для того, чтобы избежать травм во время занятия. Как вы понимаете, все люди разные по полноте, по объему. И у кого-то может быть ключ. К примеру, здесь находиться уже. То есть, если человек крупный, он будет находиться здесь. Соответственно, он там может еще ходить дальше, но есть возможность еще гулять ему. То есть, вы можете его подрегулировать. Ну, это обычная веревочка. Обычный магнит здесь. То есть, вы можете подрегулировать под свои параметры. Каким образом. То есть, вы на краю там оставались 30 сантиметров до края. Вот у вас, если на одежду вы зацепите, то, чтобы он был в натяге. Если сделаете короче, он будет у вас включаться, когда вы примерно на середине, даже чуть-чуть, выходите назад, то он уже будет включаться. То есть, оставляйте 30 сантиметров до края. И натяжение, чтобы было между прищепкой и магнитом, чтобы была трос, вернее, веревка была в натяге. Вот таким образом его можно отрегулировать. Кто досмотрел видеоролик, я дополнительный бонус. Тоже внизу по ссылочке будет промокод со скидкой на любую из товарных позиций на нашем сайте. Если был полезен, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Детюк. Да пребудет с вами сила! Субтитры сделал DimaTorzok